Когда, в 1995 году, 14 волков были выпущены на волю в Йеллоустонском национальном парке? Ученые и не подозревали, что это кардинально изменит всю экосистему парка. Волков не было в парке 70 лет, и все это время там царствовали олени, которые за годы бесконтрольного размножения нанесли сильнейший урон местной флоре. Все усилия людей по контролю их популяции не приносили успеха. Руководством национального парка было принято решение о том, чтобы в парк поселить 14 волков. Волки, конечно, не смогли съесть всех оленей, но они заставили тех осторожнее выбирать место для пастбищ и избегать некоторых участков парка. На тех местах начала возрождаться растительность. За 6 лет количество деревьев увеличилось в 5 раз. Появились бобры, которым деревья нужны были для постройки плотин. В заводях завелись андатры, утки и рыбы. Волки уменьшили популяцию шакалов, что привело к увеличению количества зайцев и мышей, а те, в свою очередь, привлекли в парк ястребов, хорьков и лис. В парк пришли медведи, так как они смогли отгонять волков от их добычи или доедать их объедки. В парке увеличилось количество ягод. Но самое удивительное, что волки изменили течение рек. Их русла выпрямились и стабилизировались, уменьшилась эрозия берегов. Случилось это потому, что влияние волков на оленей привело к взрывному росту деревьев и травы по берегам рек, что привело к их укреплению. Поменялась сама география парка, а все благодаря 14 волкам, выпущенным туда менее 20 лет назад. Спасибо за подписку на наш канал, мы вас не разочаруем.